Необходимо мнение именно потребителя. Это разработка маркетинговой стратегии, это экономический анализ, то есть в комплексе, позволит ли продукт получать прибыль компании, это создание прототипов и их тестирование, последующая доработка уже перед пробным маркетингом и пробными продажами. И если пробные продажи показали успешность той или иной концепции, то только после этого коммерциализация. Важно понимать, что путь достаточно дорогой и долгий. Попытка сократить те или иные этапы приводит к тому, что вы допускаете больше ошибок, соответственно, в целом разработка новых продуктов для вас становится более дорогой, с меньшей вероятностью на успех. Давайте посмотрим на примеры создания новых продуктов для реальной компании. В частности, новые идеи предлагалось брать из идей сотрудников, и по компании существовали определенные этапы сбора этих идей, их сортировки, а также результаты мониторинга рынка, а что новое придумали конкуренты и что они выпускают. Далее, раз в квартал проводился отбор идей, где определенная комиссия из различных подразделений компании, стоящих сотрудников различных подразделений компаний, в том числе и производства, маркетинга, продаж, финансов, отбирала, на их взгляд, лучшие идеи. Изучали рынок. Есть ли этот рынок, можно ли его создать, какие у него потенциальные возможности, объем продаж, интересен ли этот сегмент для компаний. Анализировали конкурентную ситуацию, сможем ли мы удержать тот рынок, который мы создали, тот сегмент, не допустить туда конкурентов. Какой маркетинг необходим для продвижения данной идеи? Хотя стоит отметить, что по большому счету комплекс маркетинга, как таково в черновике, разработался еще на этапе анализа идеи и восприятия их потребителями, то есть в комплексе, а не голая техническая реализация. Дальше шел завершающий анализ экономической эффективности, то есть прибылен ли продукт потенциально для компании, только после этого вывод на рынок. Если более детально, то данная схема уже с определенными этапами, с определенными действиями, которые необходимо выводить. Да, процесс долгий. Более того, есть достаточно любопытное наблюдение, что те компании, которые не занимались разработкой новых продуктов достаточно долго, тратят на создание нового продукта не менее 9 месяцев. То есть попытка ускорить, либо назвать более сжатые сроки не получается, потому что в компании еще не отработаны отношения. Можно ли каким-то образом сократить разработку нового продукта, сделать его более дешевым и, соответственно, быстрым? Выделяют в настоящее время два способа разработки новых продуктов. Это последовательный, когда мы по этапам, следуем этапам, передаем из подразделения в подразделение, то есть где-то этим занимается маркетинг, потом конструктора, потом производство, потом опять маркетинг. Либо мы можем создать рабочую группу, в которую будут входить представители различных подразделений, и они уже сразу начнут подгонять идею по требованию друг друга. Как показала практика, наиболее успешным в настоящее время является путь создания рабочих групп, в которых работают представители различных подразделений и участвуют в разработке продукта от генерирования идей до уже их коммерциализации. В этом случае плотнее учитываются интересы различных функциональных направлений внутри компании. В этом случае мы позволяем, имеем возможность сократить этапы разработки, потому что многие процессы могут идти параллельно и не возвращаться обратно, в случае если где-то не учли тот или иной фактор. Но здесь важный момент, что у вас должно быть достаточное количество сотрудников, вы должны иметь возможность выделить время этих сотрудников на командную работу и предоставить им одинаковую мотивацию, связанную с успешным завершением работ на данном продукте. Важно понимать, что продукт требует инвестиций еще и до момента выхода на рынок. И по большому счету выход на рынок – это даже не получение первой прибыли. То есть вы будете инвестировать и дальше средства в его продвижение, пока не достигнете некого стабильного уровня продаж. И лишь потом начинается окупаемость продукта. Поэтому при финансовом анализе вам важно выходить не на показатель маржинальной прибыльности продукта, он сам по себе иллюзорен в меняющемся мере. Вам необходимо смоделировать продукт до самой завершающей стадии его жизни на рынке. То есть, грубо говоря, вы должны понимать примерно, когда и по каким причинам вы этот продукт выведете из эксплуатации и какова прибыль, и есть ли она за все время выпуска данного продукта. Также учитывайте, что максимальная прибыль наступает чуть раньше достижения пика объема продаж. То есть объем продаж продукта может продолжать расти, а прибыль уже снижается. Это важная характеристика жизненного цикла данного продукта. Вывод товара на рынок, он напрямую связан в настоящее время с позиционированием. Позиционированием в голове потребителей, позиционированием товара именно на потребителя. Как выглядит процесс? Ну, вначале давайте попробуем ответить на вопрос, а зачем это надо. В первую очередь важно, чтобы потребитель понимал, а для кого этот продукт. Чем этот продукт лучше, почему именно его он должен выбрать. С другой стороны, мы должны понимать, на кого мы ориентируемся и вспоминаем два самых важных вопроса маркетинга. Кто и почему будет его покупать. То есть это информация, как оценка рынка и для нас, и информация для потребителя. То есть с точки зрения мотивации его выбора нашего продукта, либо услуги. Если говорить про направление дифференцирования, то есть создание отличительных свойств, то дифференцирование и позиционирование связаны тесно между собой. То есть дифференцирование является одним из инструментов позиционирования. Дифференцирование, создание отличий от конкурентов. То выделяют четыре направления. Это продукт, сам продукт, дополнительные услуги, либо сами услуги связаны с этим продуктом. Персонал, который оказывает те или иные услуги. Канал продвижения и имидж. Либо социальные особенности. В частности, по каналу, такая косметика, как Mary Kay, Avon, они дифференцируются не с точки зрения свойств своих продуктов, а с точки зрения канала продвижения, они идут сетевым маркетингом, когда сами потребители консультируют друг друга. Услуги, дополнительные услуги, которые окружают тот или иной товар, также могут являться дифференцирующей основой для создания именно позиции компании. Но непременными условиями для правильного позиционирования является ряд моментов. В первую очередь, это понимание позиций конкурентов, но не те позиции, которые именно сами конкуренты декларируют, а как реально сложилось в голове у потребителя восприятие конкурента, потому что позиционирование компании и восприятие потребителем часто отличается. Как мы будем аргументировать свое позиционирование? Почему мы можем его достичь? Понимание уже достигнутой позиции, если мы существуем на рынке в голове потребителя. Мы должны согласовывать выбор позиций с другими факторами, которые окружают нашу компанию. Мы должны уметь убедить потребителя в том, что мы действительно такие. И так далее, и так потом. То есть позиционирование – это не просто мое желание. Оно живет в окружении, существует в окружении других факторов, которые я должен учитывать. Продолжение следует...